Время сияния и жатвы Я учился в университете Орла Робертса Когда я учился там, то президентом был сам Орл Робертс Бытие 8 глава, 22 стих, был стихом жизни для него Я слышал, как он цитировал его сотни раз «Впредь во все дни земли сияния и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся Пока есть земля, время, сияния и жатвы остаются Это Божие заявления, это 8 глава Бытия Это в начале книги, это завершение истории Ноя Бог говорит «Впредь во все дни земли сияния и жатва» Мы живем в Теннессе, сейчас лето Мы все еще поддерживаем контакт с сельским хозяйством и что-то выращиваем Я верю, что эти слова применимы в той ситуации, когда мы садим семя и наблюдаем за тем, как оно растет Будь то помидор, бобы или перец Я проголодался Но я также верю, что эти понятия актуальны и для духовных вещей В своей жизни мы постоянно сажаем духовные семена Их тоже ждет урожай Эти принципы также неоспоримы, как гравитация Пока есть земля, принципы сияния и жатвы будут определять нашу жизнь Друзья, все просто Мы не хотим жить так, чтобы молиться за плохой урожай Вы должны каждый день принимать решения, которые будут приводить вас в восторг от того, что вы посадили Словами, делами, мыслями, отношениями и ресурсами Я люблю летние овощи У меня нет сада Для этого Бог создал фермерский рынок Я могу пожать плоды чьей-то тяжелой работы Они вспахивали землю, засевали ее, вырывали сырники Делали все для того, чтобы я наслаждался урожаем Вы не можете сделать с этого духовно Вы не можете сделать так, чтобы кто-то был духовным за вас Или надеяться на то, что кто-то покается за вас Или попросить кого-то искать Бога за вас Чтобы вы услышали, что Бог хочет вам сказать 20-й год — это время, чтобы меняться Это не что-то, что нужно пережить Мы не пытаемся вымотать вирус Мы пытаемся запомнить урок, чтобы получить церковь Которая будет еще активнее слушаться Господа Наполняться духом Посвящать себя целям Божьим, чем в любое другое время Я не имею в виду только наше собрание Я говорю о церкви с большой буквы Время сеяния и жатвы Мы пытаемся научиться сеять по-новому Есть связь между тем, что вы посеете и что пожнете Вы не можете посадить помидоры, а собрать арбузы Так не бывает Невозможно посадить эгоизм, нечестие и аморальность А потом пожать справедность, святость и чистоту Так не бывает Сейчас в мире много потрясений И это происходит во всем мире Недавно мы получили новости из Белоруссии Это рядом с Россией Это был крик и молитвы 26 лет они жили под гнетом коммунизма У них были очередные выборы Они не были честными Люди бунтуют против этого Тысячи людей погибли Они просят молитесь за нас Со всего мира мы слышим послания о бедствиях Молитесь Это потрясение на земле И вам не нужен особый дар развлечения, чтобы понять, что сейчас идет битва за сердце нашей страны Есть множество симптомов Мы можем говорить о вирусе из Китая Или экономических проблемах Насилии на улицах и городах Окунувшихся в хаос Это все симптомы Я верю, что главная причина тому духовная Бог потрясает землю Это не демон Конечно, эти силы могут работать, но это Бог потрясает землю Он делает две вещи Он раскрывает временное, то, что может поколебаться Он раскрывает нестабильное И в то же время он открывает непоколебимое царство Божие И нам предоставили новый выбор Я не имею в виду посещение церкви, рутину, песни и служения Когда вы не можете избежать этого Нам дали выбор Служить Господу всем сердцем, разумом, душой и телом Не нужно просто переживать этот сезон Примите решение в пользу Бога Проверьте свои ценности Сделайте это дома Поговорите с Господом Подумайте над этим Помолитесь Попаститесь Проверьте себя Сделайте список Просмотрите его Боже, как должны выглядеть мои поиски Тебя в новое время То, что мы делали, не работало Мы наполняли церкви и проводили служения Мы могли указывать на что-то, но наше влияние, как соли и света, уменьшалось с каждым месяцем Что все началось с лаборатории Я верю, что ответ нам дает Писание Мы приближаемся к ключевому моменту дел Божиих на земле Никто не знает дня или часа Я не любитель таблиц Поэтому не дам вам временную шкалу Но я хочу, чтобы вы прислушались к Писанию Во втором послании Петра Третьей главе, втором стихе Рыбак Петр, которого выбрал Иисус Делится с нами откровениями об этом времени Он говорит, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками И заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими Прежде всего, знайте, что в последние дни Явится наглый ругатель, поступающий по собственным своим похотям И говорящий, где обетование пришествия его Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения Все остается так же Это второе послание Петра Петр, рыбак, которого выбрал Иисус Написал эти слова под конец своей жизни У него уже посидели волосы Его сила уже увяла, но его опыт вырос И он говорит нам Я хочу, чтобы вы вспомнили слова, которые говорили святые пророки Рыбак Петр просит нас сконцентрироваться на пророках Он сам видел последствия того, когда люди игнорируют пророков Когда Петр был еще молод, он видел, как толпы в основном Игнорировали Иисуса Он видел, как богословы, эксперты в Писании Проигнорировали явление Мессии и его совет нам, ожидающих кульминации веков Послушайте, что говорят пророки Иисус исполнил более трехсот пророчеств Но большинство людей его поколения не заметили этого Его самое важное Предупреждение всем нам Касается встречи с концом этого века И она звучит так Будьте осторожны, чтобы никто не обманул вас Будьте осторожны, чтобы не упустить то, что Бог делает Если вы думаете, что вас не обмануть, вы уже обмануты Я хочу сказать, что мы должны слушать Слово Божие так, как никогда ранее Ну а в третьем стихе Петр говорит Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели Это люди, которые будут насмехаться над авторитетом Писания Вы действительно верите в то, что у Библии есть власть? Позволите ли вы ей определять принципы, которые управляют вашей жизнью? Это не первое поколение, которое насмехалось над ней В своей надменности они говорят Ну, теперь мы слишком просвещены, чтобы жить согласно библейскому мировоззрению Библейской морали Или библейскому определению брака Или библейским идеям человеческой сексуальности Это уже старомодно, устарело Но Петр говорит Поймите В последние дни станет лишь хуже Но это не новость У нас есть выбор Позволим ли мы Слову Божьему определять наше представление о мире Или мы позволим какому-то человеку или интернет-сайту делать это Нахождение в церкви не делает вас последователем Христа Даже нахождение на уличном служении не делает вас последователем Христа Это вопрос того, кто является Господом в нашей жизни и кому мы отдаем власть Петр обращается к нам и говорит Ругатели будут говорить Откуда все это? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения Все остается так же Петр ожидает возвращения Иисуса Царя праведности, справедливости и мира Я думаю, что не случайно наши улицы наполнены людьми, которые требуют справедливости Наши улицы наполнены людьми, которые требуют правды и праведности Мы видим крик человеческих сердец Это возможность для церкви Иисуса Христа Я не имею в виду организованную церковь Я имею в виду вас и меня Выступающих за Иисуса из Назарета Люди жаждут истины, как никогда ранее Вопрос в том, хватит ли нам смелости рассказать о том, что мы знаем Поделимся ли мы своей историей с Богом? Готовы ли мы открыть себя другим? Иисус сказал, что мы должны понимать сезоны, в которые живем В Евангелии от Луки 12 главе Иисус сказал толпе Когда вы видите облако, поднимающееся с запада Точас говорите, дождь будет, и бывает так И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает лицемер Лицо, земли и небо распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Это Иисус, Он обращается к нам Он ожидает, что мы будем знать, как истолковывать настоящее в контексте пророческой информации Мы должны понимать, как смотреть на мир с библейской точки зрения Иисус ожидает этого от нас Наше понимание сезона, в котором мы живем, не должно определяться нашим любимым новостным сайтом Оно должно в первую очередь определяться тем, что сказал Бог И Он не оставил нас без информации Если вы были в среду, то помните, что мы рассмотрели более дюжины характеристик этого сезона Которые дал Иисус Я хочу добавить кое-что к этому списку Во втором послании Тимофею 3 главе 1 стихе сказано Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие или ужасные В английском варианте используется более мягкая лексика, чем в греческом В английском сказано «ужасные времена» В другом переводе сказано «очень трудные времена» Труднее, чем вы представляете Знай, что будут очень трудные времена А затем он дает список из более чем дюжинных характеристик Человеческого характера, которые ухудшатся Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны И он продолжает «Злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные Жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся» Вот что он говорит Он не описывает язычников, или нечестивых, или современным языком, не ходящих в церковь Он дает характеристики людей, которые называют себя людьми веры И этот список поражает меня Он не говорит об убийствах, или ужасной аморальности, извращениях, ярких проявлениях насилия Он дает список ухудшения нашего характера Он говорит, что это будут ужасные времена Ведь все остальное происходит от ухудшений в нашем характере У нас, как у страны, проблемы с сердцем У нас нет политической или идеологической проблемы У нас, прежде всего, проблема с сердцем И вот в чем состоит радостная весть Церковь может влиять на это Нам не нужна новая политическая партия Новый кандидат Или какое-то новое движение Если мы смиримся и изменимся в сердце Бог обязательно ответит нам Это хорошая новость И мы должны прилагать все усилия Смиряться перед Богом Есть вещи, которые идут в паре с этим сезоном Мы видим признаки невероятной надежды Проявления силы Божией на земле Которая движется, несмотря на желания народов и религиозных групп Бог говорит, что евреи соберутся на своей исторической родине, которая была обещана им бытия Представьте, что мы с вами переживаем в 21-м столетии то, что Бог обещал исполнить в первых главах бытия Вы можете доверять слову Божию Я могу дать вам множество примеров из Писания Амоса 9 глава 11 стих В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую Заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю И устрою ее, как в дни древние Чтобы они овладели остатком едома И всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие И вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеется ли И горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут И возвращу из плена народ мой Израиль И застроят опустевшие города и поселятся в них Насадят виноградники и будут пить вино из них Разведут сады и станут есть плоды из них И во дворю их на земле их И они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой Важно знать, что Бог сказал о нас Я люблю учиться, люблю знать Я не против всего этого Я не хочу, чтобы вы переставали учиться и расти Но главное, в чем мы должны расти и учиться Это то, что Творец неба и земли говорит о нашей жизни Все остальное должно подчиняться этому Бог сказал, что восстановит, возобновит и починит Мы видели, как это происходило Все началось в 1948 году Впервые за почти две тысячи лет у евреев появилась историческая родина Это была развивающаяся страна Но сейчас Бог дал им избыток У них одна из самых крепких экономик мира У них столько технологических стартапов Сколько же и в Кремниевой долине Они новаторы во многом Бог говорит, я верну свой народ из плена Они больше не будут изгнаны И они будут там же, где и сегодня, когда он вернется на землю Маленький Израиль Там живет шесть миллионов евреев Они окружены десятками миллионов людей, желающих уничтожить их Мы видели на этой неделе исторический договор между ОАЭ и Израилем Это мирный договор Да, Боже, самый невероятный договор Его условия не совсем ясны Но я верю, что в последующей неделе будет больше договоров Бог потрясает землю Это некомфортно Мы видим конфликты Но Израиль и дальше будет процветать Мне нравится, что сказал пророк Он говорит, вот наступят дни Когда пахарь застанет еще жнеца Урожая будет так много, что это шокирует вас Он говорит, горы будут источать сок Я впервые побывал в Израиле весьма давно Я был еще мальчиком, мне было десять или двенадцать лет Одной из главных перемен там Стали виноградники, которые они насадили Куда бы вы не поехали сегодня Вы увидите виноградники Если вы будете на севере, на голландских высотах Вы увидите, что холмы укрыты чудесными виноградниками А если вы спуститесь в долину Израиль Или отправитесь на юг В пустыню возле Бершевы Вы увидите виноградники Эта страна буквально укрыта виноградниками О которых говорил пророк Бог следит за своим словом Но Бог сказал, что сделает еще кое-что Я не хочу, чтобы вы концентрировались на том, что пугает Я понимаю, что с экономикой не все хорошо Что у нас безумный национальный долг Что страна разделилась Кругом царит аморальность, извращение и насилие Я не отрицаю это И не прошу вас отрицать это Я предлагаю вам сфокусироваться на том, что делает Бог Я хочу, чтобы вы сказали Я хочу участвовать в этом Он собирает евреев и изливает свой избыток Он очистит их сердца и они переживут откровение об Иисусе И в то же время он очищает свою церковь Он не придет за растлившейся, скомпрометировавшей себя церковью В конце этого века церковь ждет потрясения Будет разделение между истиной и ложью Вопрос не будет в нашем стиле архитектуры, надписях, перед нашими зданиями Или в том, какой была наша систематическая теология Вопрос будет в плоде нашей жизни В чистоте сердец У меня осталось еще немного времени И я хочу показать вам еще одну концепцию этого сезона Она связана с дождем и праведностью Есть места, на которых мы основывались, когда решили провести этот летний фестиваль Книга Осии, 10 глава говорит «Сейте себе в правду и пожнете милость Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду» Это мой стих для данного сезона Распахивайте целину И вопрос не в том, что земля не плодоносна И поэтому не приносит плода Просто за ней не следили Ее не распахивали Ей позволили оставаться пустой А для того, чтобы она снова начала приносить плод, ее нужно распахать, уделить ей внимание Там, говорится, настало время взыскать Господа Вы должны сделать это Вопрос не в природе зла или нечестия Божий суд не придет на эту страну из-за греха нечестивых Божий суд сойдет на нашу страну из-за безразличия верных Содом и Гоморру пощадили Если бы там было десять праведников Не нужно злиться на состояние сердца нечестибых Встаньте на колени и скажите Господи, будь милостив к тем, кто собирается в церквях И при этом не особо думал о Тебе Я хочу распахать целину своего сердца Я хочу взыскать Тебя так, как не искал ранее Чтобы Ты излил праведность на меня Я буду и дальше распахивать свое сердце перед Тобой В покаянии и смирении Пока Ты не придешь и не изольешь праведность на нас Мы будем и дальше смирять себя и молиться Пока нам не придется ставить несколько бассейнов для всех Кто хочет креститься Мы начнем крестить по средам, четвергам, пятницам Мы расставим экраны по всему кампусу И посмотрите, в Исаии 45 главе сказано Кропите небеса свыше и облака да проливают правду Да раскроется земля и приносит спасение И да произрастает вместе правда Я, Господь, творю это Обратите внимание на то, что говорит Исаия Праведность сходит с небес Она не появляется на земле Мы творение этого места Мы рождены от праха И мы просим Бога излить на нас что-то, что отражает его характер Плод дождя праведности Рост спасения и праведности Но все начинается с небес Бог потрясает землю, чтобы его народ взыскал его И он смог излить праведность на нас Тогда спасение начнет произрастать вокруг нас, как никогда ранее Одна из характеристик сезона конца века – беспрецедентный урожай Когда вы читаете пророков, Библию, особенно Ветхий Завет Бог продолжает говорить им о состоянии их сердца и дожде, который приходит на эту землю Ведь если будет дождь, то будет и урожай А если дождя нет, то нет и урожая Когда мы читаем Осию и Исаию, где говорится о том, что Он изольет праведность на нас, то это все потому, что Он желает увидеть результат дождя праведности И суть не в том, чтобы мы начали лучше петь и представляли себя чище Бог хочет сделать нечто уникальное Мы ищем Господа Потому что осознаем, что есть нужда, чтобы Бог сделал что-то И путь к этому не изменение нечестивых, а изменение в нашем сердце Вот почему так важно покаяние для наших сердец, для нас с вами Прежде чем закончить, я хочу помолиться с вами Мы молимся как церковь, как верующий В нашей стране и по всему миру, чтобы Бог излил праведность на нас Земля была создана, чтобы отражать праведность Божия Пришел грех, и мы тысячелетия блуждали из-за него Но Бог сказал, что изольет праведность на землю и поднимется спасение Представьте себе это Спасение приходит от праведности Божией Это наше будущее И об этом мы молимся Вы помолитесь со мною? Отче, спасибо за твое слово За истину Я благодарю тебя за принцип сеяния и жатвы Боже, ты создал землю в праведности Я молю, чтобы твой дух снова излил на нас праведность Чтобы она наполнила наши сердца, жизни и умы Пусть спасение вырастает во имя Господа и Иисуса Христа Аминь Пусть Бог благословит вас Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру Это будет возможно только с вашей помощью Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном Благодаря молитве мы не одиноки Когда встречаемся с вызовами или проблемами У нас есть помощь всемогущего Бога Смело приносите свои молитвы к престолу благодати с новым сборником пастора Аллена Давайте молиться 30 дней молитвы Пока вы пьете утром кофе, у вас может появиться новый подход к жизни За ваше пожертвование вы получите чашку для кофе, которая будет напоминать вам о новой утренней привычке с Господом Заказывайте все по номеру, который видите на экране Или зайдите на наш сайт, чтобы получить этот набор в подарок за ваше пожертвование Спасибо, что поддерживаете наше служение Вместе мы меняем мир Благодаря молитве мы не одиноки Когда встречаемся с вызовами или проблемами У нас есть помощь всемогущего Бога Смело приносите свои молитвы к престолу благодати с новым сборником пастора Аллена Давайте молиться 30 дней молитвы Пока вы пьете утром кофе, у вас может появиться новый подход к жизни За ваше пожертвование вы получите чашку для кофе, которая будет напоминать вам о новой утренней привычке С Господом Заказывайте все по номеру, который видите на экране Или зайдите на наш сайт, чтобы получить этот набор в подарок за ваше пожертвование Спасибо, что поддерживаете наше служение Вместе мы меняем мир